Январские холода уже не первый день, терзающие екатеринбуржцев и вышедшие уже на уровень под минус 40, наверное, не раз и не два, заставляли каждого вспомнить о том, что в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но нет предела человеческим возможностям. Есть, оказывается, такие люди, которые способны не только собаку выгнать в такую погоду, но и человека. И даже человека вместе с собакой. И даже если этот человек родной отец. Неделю прожил зимой на улице 53-летний пенсионер Владимир Сушинцев, которого не то что в одной рубашке, но, мягко говоря, легко одетого, выгнала из дому родная дочь при силовой поддержке зятя, после чего в квартире на Эльмаши на улице старых большевиков они поменяли замки. Формальной причиной стала пятилетняя овчарка Ирма, которая в последнее время иной раз мочится дома, как сейчас выяснилось, по причине болезни. Когда хороший хозяин наотрез отказался в такую погоду собаку из дома выгонять, его, не дрогнувшей ногой, выгнали из дома вместе с собакой. Так живой человек при живой дочери и сестре и внучке оказался обитателем приюта для животных, бывших домашних. Вчера, да, вечером у нас уже под закрытие, когда приемы животных не осуществляется, пришел к нам дедушка с собакой и сказал такую историю, что его выгнали из дома, потому что из-за собаки. Расскажите, пожалуйста, что случилось? Почему вы оказались на улице? Из-за собаки. Говорят, она писется. Еще раз уточним. Пожилого человека родная дочь выгнала на улицу не вчера, а еще в конце прошлой недели. И вовсе не в этой более-менее теплой одежде, что на нем сейчас. Это его уже чужие, но добрые люди одели, обогрели, накормили. А так он в легкой курточке с живым собачьим мехом под боком неделю прожил на улице. Ночевал в подъездах и однажды в подъезде в газете увидел, что есть на улице Посадской такая зоозащита, где животным помогают и пошел он по морозу, хоть не босиком, через весь город по диагонали Сельмаша на Посадскую в пеший поход. И вчера около восьми вечера, когда градусник уже подбирался к тридцатчику, а приют уже готовился закрываться, бедняга добрался до цели. Он пришел в очень легкой куртке, мы ему дали вещи теплые, и сейчас люди передают вещи теплые для него. И он очень был легко одет, и единственное, больше всего тронуло то, что он за собаку очень сильно пережал, он сам голодал, а собаке покупал корм. Вчера же вечером жертва дочерней любви оставила заявление в райотделе полиции номер 8 на Белореченской. Зоозащитники вчера же связались с дочкой и вроде сговорились, что она папу примет без собаки. Но папа даже без собаки снова был изгнан от родных людей и вернулся к брошенным животным, сегодня утром только уже обмороженным. Как выяснилось, собака просто немножко простыла, больна, это все поправило, и мы начали уже звонить родственникам, узнавать в чем дело. Там ситуация очень запутанная, и так как это было очень поздно вечером, нам родственники пообещали, что они его без собаки пустят. Мы позвонили в полицию, вызвали полицию, и уже думали, что с полицией это все-таки как-то ситуация разрешится. Но сегодня утром дедушка оказался снова у нас с обмороженными конечностями, и он пришел снова к своей собаке. И как же обстоят дела сейчас? Ну, по крайней мере, полиция активизировала свои усилия. Командующий пресс-службы ГУМВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых докладывает цитата. Заместитель начальника отдела полиции номер 14 Вячеслав Баландин пообещал лично проконтролировать ситуацию, как только мужчину достает в дежурную часть. Участковый отправится вместе с ним в его квартиру. Конец цитаты.